Его нет, и поэтому как Прохор Лебедник, лебеда. Не урожай, а у него лебеда растет везде всегда, он ее намолотит. Но она горькая, а у него была сладкая пироги. Вот надо же, лебеда и сладкая. Ну а он стряпает какие-то там эти лепешки-то, а его послушник решил, взял, едва проглотил горькое. И главное, тогда же соль, солевые эти были, поборы-то, она дорого стоила. А он говорит, не надо это покупать, соль-то, вы берите из кочегарки золу вот здесь вот. Они берут, она солью делается. На нем, как вы знали, эти продавцы соли-то, как ополщились. Ну и где он вываривает золото, и поставили охранника. Ну сколько не стоит охранник. Зола и зола, ничего нету. Только ушли, люди стали брать, соль превращается. У Аверки наоборот, он поехал с собой бурдюк, это шкура снятая, выделанная, овса снаружи мохнатая, а внутри она там гладкая, там еще плохого нету. Знаете, где ноги-то все это завязано, он туда наливает воды, масло, вина и еще что-то такое, соус какой-то. И все-то там бурда, там еще нету. Он посылает, сходи, там воды принеси, он, да там подойти нельзя, бурли что-то. Воды принеси, он набирает вода родниковая. Посидели маленько, говорит, вина бы маленько взял, пошел одно вино течет. Он уснул когда-то, да, решил-то тоже почерпнуть там. А раз благословение у него все в куче, он до утра дождался и сполосовался весь. Как жена слышит, что-то грохот. Мужу сказали, говорит, надо главное, какое там, в дворе не выпить, а потом дрожжи маленько. И у тебя все внутри, оно будет так есть. Идет, и там грохот, говорит, что, говорит, крышку сорвало. Она говорит, нет, дно вышибло. Господи, пойми. И вот этот лебедник, больше ничего за ним нету. Лебеда. В святые попал. Нестор, тот вообще ничего не делал. Нестор летописец тоже. Илья Муромес, богач там, со Змеем Горынычем боролся. Святые. Когда начинают разбирать, вот я насчитывал, жития святых-то. Но я так это не просто насчитывал, а с рассуждением. Вот за что его канонизировали, как это было. Какой повод-то для этого был-то. А повод был. Он был в плену, Петр Апонский. И молился все время. Ему явился там, кажется, Николай Георгий Победоносец. И его из плена вырвал. Ну, вырвал. Он говорит, иди теперь дорогой домой. Он, не пойду. Обед даю Богу, буду жить в горах. Ну, молвата пошла о нем, и родственники узнали. И прислали слуг звать, а он достаточно зажиточный был. Денег-то на выкуп не было. А деньги требовали выйти за выкуп. Ну, и что? Это теперь я пойду. Значит, семь раз в день не смогу молиться уже. Он сам себе рассуждает. Да это не от Бога пришли, это дьявол. Они говорят, слуги мы твои, Петр. Да мы же вот к тебе кланяемся и крестимся. Отойдите от меня, Сатана. Он их за Сатану всех признал и прогнал. Вытащить впавшего в монашество. Как я спал в блуд там или все, так я считаю, в монашество впавшее. Очень трудно. Они ему говорят, там сколько людей тебя услышат. Ты столько знаешь. Ты всех людей к Богу приведешь. Отойдите, дьявол, не смущай меня. Они не могли с этой точки сдвинуться. Евангелие для них совершенно неизвестная книга. Не знали. Вот считаем Арсений Великий. Со словом Великий, Великий не величина его, а Великий прозвище. Василий Великий, Великий с большой буквы. И таких было за 20 столетия 17 человек всего. Он спросил Осипа, он не знает эти цифры. Эти цифры мои. И вот царь, было два, Александр этот, Феодосий старший, готовился передать царство. Одно было, на две, Восточная империя и Западная. А у него два сына было, Аркадий и Гонорий. Будущие императоры. Ему посоветовали, ты найди такого учителя, чтобы он знал все божественное. Писание знал, святых отцов. Ну и в науках был математика, астрономия, морфология. Все знал, чтобы... Найдут одно, знают, другое не знают. И они не могли найти на Восточном фронте. И тогда на Западное обратились. А там подумали, сказали, худо будет, если мы не найдем такого человека. Что о нас думать будут? И нашли. Нашли, он знает и то, и другое. Стали уговаривать, он, нет, я не пойду. Нет, нет, еще не знаю. Императора воспитаешь. Это же температура изменится в двух частях света. Но я сказал, не хочу. Так, царь приказал. У вас написано, слушай, цесарей? Да, написано. Собирайся. Собрался, пошел. Призвали его так, чтобы тебя все слушались. Присвается у тебя звание. Председатель Совета Министров. Избранный депутат. Да, да я не буду, я на сегодняшний язык перевожу это все уже где-то. Так, министр образования. Он только слушает и ушами хлопает. Это ему звание столько навешало. Теперь все после царя первая величина, как-то Иосиф был у фараона. Только фараон ему не подчиняется. Так и этот. И он выщет. Заходит однажды. Феодосик посмотрел. Так, я что-то ничего не пойму. Ученики сидят, а он перед ними, два ученика на весь класс. Кто здесь учитель-то? Ваша императорская величина. Так я учитель. Учитель сидеть должен, а не стоять. Ведь вы еще наоборот. Только встать. Так это же дети императора. Нет детей императора. Если они будут неучи, грешны, они жизни недостойны. Не только государством руководить. О. И так, под контроль ставлю. Где они тебя не слушаются? Дери их, как седоровую козу. Ему только это и надо. А Аркадий баловался. И однажды он такую пакость сделал. Он его простить не мог. Я отодрал. Я отодрал крепко. Экзекуторы. У него рубцы остались на спине, на заднице на всю жизнь. И он сказал только. Папа умрет. Дядька умрет. Я убью его. Убью, убью. А ему пересвистнули. Он понял все. И стал готовиться к побегу. Достал опять монашескую одежду. Где стражники стоят. Он в виде нищего прошел ночью-то. И вломил степь. Пошел в пустыню. А ему какой-то дух сказал. Таись и молчи. Старобрячески. Которые бегали. Бегайте и таитесь. И вот он таится теперь. Знания огромные. И царь сказал найти. Все обыскали. Нигде нету. Нету. Нету и нету. А он молчит. Взял обед молчания. Как у нас тут один был. От руками машет. А не разговаривает целый день. Были такие вот. У нас. И вот. А про него все равно узнали. Он идет. Закрывается. Когда молится. Он идет в храм. Ни слова не говорит. Старит в уголке. В храме нельзя говорить. Из храма вышел. Еще нет. К нему кто придет. Один пришел далеко. Далеко. И поучиться. Не было ни компьютеров. Ничего. Ни википедии. Ничего не узнать. Только от человека. Давай спрашивать. А он ни слова не говорит. Он побыл сколько. И пошел. Его служка проводил. Говорит. Ну доволен. Что доволен-то? Молчит. Ничему не научился. Он тогда вернулся. Ему сказал. Так и так. Тот пошел огорченный. Ну и дальше тут история развивается. Другая. А там был Моисей Мурин. Разбойник бывший. Крепкий. Здоровый. Поддубный. Пришел. Покаялся. И однажды напали там разбойники. Он их обоих приголубил. Связал. На плечи кинул. С одного с другой стороны. Что с ними теперь делать дальше? Говорите. И к нему кто бы ни пришел. Он накормит. Напоит. Все сделает. Потому что пришли-то не воры. Разбойники-то. И вот стали братья молиться. Кто Богу больше угоден. Арсений или Моисей. И показывает. Моисей. Плывет ладья. И управляет ангел. Парус натягивает. Показывает Арсений. Дух Святой управляет. И поняли, что оба они угодные Богу. Но выше все-таки Арсений, который молчит. Ну как ему не быть-то. Мусульманцу-то прийти. Когда евангельское семя-то не было. С такими знаниями. И он пропадал там. И одна женщина очень хотела помочь монастырям. Пошла к епископу и говорит. Я вот хочу встретиться. А там не пускает никак. А он знает. А настолько там дом презрения. Там сироты. Там инвалиды. А она все. А она там целый сундук золота. Серебра набрала. И архиерей благословил. Иди. Она когда пришла и деньги-то поставили. В ноги пала ему. Отче там. Я вот пришла поговорить. Он молчит. Ну ты помолись, чтобы не забыла обо мне. Тогда он заговорил. Я буду молиться, чтобы забыть тебя совсем. Она огорченная. Приехала к епископу. Вот такая история. Она говорит. Ты не поняла его. Он забыл. Ты красивая такая по-прежнему. А он мужчина все-таки. И тебя он не хочет внешне видеть-то. И когда она пошла, говорила, сказала ему. Тут полтора миллиона. Это можно тут поднять. Город целый. Ты кому принесла? Богу. А что считать деньги? Это Бог разберется, сколько там. Мне-то зачем? Я со мной. И вот. Он ее, епископ-то, вытешил. Он тебя не отверг. Он принял все. Понимаете? А с ними заигрывали. Прямое указание. Идите по всему миру и проповедайте. Евангелие вообще не упоминается. А как? Феофан Затворник. Но рядом противник благовестия. Ну ладно, хоть писал, что-то сидел. Молчальник. Так есть прямо молчальник, так и есть. Там Соломан был молчальник. Его решили рукоположить священники. Молчит. Будешь попом? Молчит. Разломали у него келью, пролезли в нее, рукоположили. Он должен был отвечать. Он ничего не отвечал. Играли же с званиями-то. А чтобы у него благословиться можно было. Соломан, молчальник. Так и вошел в историю. Ни одного слова не сказал. Ну, рукоположили, а дальше что? А дальше еще и нету. Он сидит и сидит там. Не сидит, он молится. И монахи это вытворяли все. И он говорит, чтобы более так угодно было Богу. Везде сделал в доме дырочки. Так, чтобы ветер дул, чтобы сквозняк был. Крышу убирали, чтобы снег падал, в снегу сидит. А монах другой узнал, посмотрел, где у него постель-то. И через дырочки писать ему начал. И пускал ему водный исход. Монахи занимались водный исход на постель. А у другого заслуга была три года. Его не комары, а мураши там кусали. Три года там какие-то же. Три года змея. Он промажился и спал со змеями в постели. Это прославленный. Никто не пойдет. Со змеями пойдет, а с людьми не хочет. С мурашами. С кем угодно будешь жить. И вот когда считаешь Никита. А он просавился чем? Людей хорошо обирать умел. Достояние было. И однажды его Господь коснулся. Жена там проворачивает. Мясо куплено. Видит, кисть руки всплыла. Она испугалась. А в это время череп всплывает. Она говорит. Никита, иди, смотри. А мясо-то скотское. Там барашек. Но взятый такой, что отнял у кого-то. Должника, может быть. Кредит кто-то взял у него. И он еще не додумался больше. Разделся. Ушел в болото и лег. Дня три не было. Пришел, только по голосу узнали, что это он. Он ни одного комара не убил. А Макарин Александрович комара одного убил. За всю жизнь каялся. Я убийца. Я убийца комара убил. То есть играли, как хотели. И это тоже. С ним такое было, с Никитой. Не простое дело. С товарищем жили вместе. Однажды товарищ ему пришел. Он где-то с гулянки, видно, с площадки. Глянул ему. А лицо черное, как шапка у брата. Ты что с тобой? Глаза такие. Он не знает. Бог покинул его. Бог, так как же тебя? Какой Бог? Ну, кому ты вчера молился? Кому молился? Да Богу, который будет судить. Что ты думаешь? Никакого Бога нет. Бог отнял веру. Но он на этом я остановился. Он сразу же это понял и стал молиться. Три года молился, не веря в Бога. И тогда Бог снова дал ему веру. Три года? Я кое-какие жития соединяю. Показываю, какие они были. Симеон Столбник. Когда его обольстил, дьявол-то, что за ним колесница будет, увезет. И он тогда одной-то ногой шагнул над пропастью. Столб-то был с метров тридцать. Это побольше пятнадцать тысяч разных этажа, наверное. И в это время увидел, как он назад тогда, а дьявол захохотал. А теперь на одной ноге только стоял, и черви упадывали. И черви, люди, которые подбирали, они превращались в золотые монеты или что-то. И он настолько был святой, и мать пришла к нему свидеться. А вокруг ограду обнесли, неприкасаемый заповедник молчания. И он даже матери не вышел в нас никак. Она за оградой там. И когда он умер тогда, да, обычно говорят, умер, такое солнце было, это свидетельство святости. А когда Симеон Столбник умер, такая буря началась. Такие черные непонятные птицы кричат, галдят. Это любому бы и объяснили, что это страшно. А здесь нет. И его решил, чтобы брать у него благословение. Благословение-то Божие. Нет, у Симеона другое. И патриарх его, Сема, ты будешь? Нет, священникам, ни слова нет. Вот так, рукополагаю тебя благодатью, данной мне. Все. Рукоположил. Каждый раз приходит, благословил. И вот он умер, когда он решил от него несколько волосинок от бороды на память. Патриарх. И рука сразу отсохла. Вот что с мощами-то. Он назад положил, рука сразу стала здоровая. Симеон Столбник, 1 сентября, по старому стилю. Память его празднуется. Так, хлопцы, я посмотрю сейчас. Мне кажется, солнышко восходит. Да. Никакого дождя, дыма. Ну-ка. Все, путь открыт. Уходим, братья, в море.